В разговоре об аффекте сегодня это понятие может принимать самые разнообразные трактовки и в разных этих трактовках понятие аффекта актуально для разной дисциплины, разных направлений исследования, как для психологии и психоанализа, так и для нейронаук, наук о культуре, гендерных исследований, ну и не в последнюю очередь, конечно, для философии. Аффект интересует философов, которые работают в разных традициях, от феноменологии, таких мыслителей, как Вивиан Собчак и Марк Хансин и другие. В политической философии мы встречаем использование понятия аффекта в работах Паула Вирна, Майкен Харта, Антонио Невери и других философов. И, конечно, аффект актуален для исследователей, которые работают в традиции философии Беллеза, следуя к его философскому стилю или отчасти резонируют с его идеями и соображениями, с его философским подходом. И сегодня я буду говорить как раз о дейлезианской философии аффекта, о дейлезианской теории аффекта. Среди теоретиков, которые следуют этой линии, нужно назвать Рози Брайдотти, Тереза Брэннон, Брайан Массуми, Мэган Моррис, Патриша Клафф и другие. Хотя на сегодняшний день в философии и в критической теории нет единого универсального понимания аффекта, однако если мы обращаемся именно к дейлезианской линии, то мы можем сказать, что это, наверное, самая влиятельная и активно разрабатываемая линия в континентальной, по крайней мере, философии сегодня. И если очерчивать её концептуальные рамки, то нужно сказать, что, конечно, в своей философии Жильдельоз активно, работавший с понятием аффекта и с проблемой, которые с ним связаны, опирался на труды Бередикта Спиноза, который был первым мыслителем, пристально обратившим своё внимание на аффект. И обращаясь к трудам Спиноза, мы можем трактовать аффект как нечто, не являющиеся прерогативой исключительно человеческого существования. Любое тело может включиться в аффект. И в этом отношении аффект понимается как воздействие и испытывание воздействия. Соответственно, любое тело, не только человеческое, любая материальность может включиться в воздействие, протерпевать его или, наоборот, эмунициировать. Спиноза пишет под аффектами, я разумею, состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают её, а вместе с тем и идеи этих состояний. Собственно, именно реализация этой способности к аффекту, способности его испытывать, способности его транслировать, и конституирует, вообще формирует тело и материальность в её конкретной единичности. Важно, что эта способность оказывается двунаправленной. Важно и воздействие, и претерпевание воздействия. Материалистический подход спинозы подразумевает, что аффект неотделим от материального телесного состояния. Это не феномен исключительно психической жизни, как бы мы её не понимали. Таким образом, аффекты можно понимать как некоторые переходы, как переживаемое превращение между стимулами, изменениями и воздействиями. И каждый такой переход, каждый такой аффект-переход содержит в себе различия между двумя состояниями и заставляет тело двигаться, заставляет тело изменяться. Вообще, философский интерес к подобным традициям мысли об аффекте активизировался во второй половине 90-х годов. Традиционно это связывается с публикацией двух статей «The Autonomy of Effect» — статья Брайна Масуми и «Shame in the cybernetic fault» — статья Евседжик и Адву Франка. Их подходы к понятию аффекта различались, хотя понятие это было для них важно в обоих случаях. Но если Седжик и Франк следуют за психобиологической концепцией Сильвана Томкинса и рассматривают аффект, ну, скорее, как такой элементарный стимул, приводящий тело в движение, то есть какая-то более моторная штука, то для Масуми следует делиозам, хотя вот этот моторный аффект для него тоже достаточно важен, но он делает акцент на множественности, на процессуальности, на трансформационной силе аффекта, которая соединяет своим движением различные тела. Итак, в Делизианском проекте аффект рассматривается вне психологических коннотаций, поэтому важно отделять аффект от эмоции. Аффект — это не эмоция, он рождается в доязыковом, до знаковом поле, до кодирования, в то время как эмоцию мы скорее воспринимаем как уже некоторую заданную рамку, кодирующую наши ощущения, наши переживания. Поэтому нам важно здесь проводить определённую демаркационную линию между теориями, которые трактуют аффект как вариант эмоций или чувства, и теорией, которая проводит между ними принципиальное различие. Делизианская интерпретация наставит, что аффект — это явление коллективного, вне личностного порядка. Именно поэтому он не может быть связан исключительно с каким-то личным интимным чувством, имеющим определённое значение для человека, для того или иного индивида. По выражениям Асуми, эмоции являются такими заданными извне психологическими категориями, под которыми мы подвёрстываем свои чувства и переживания. Тереза Брэннон, вслед за ней тоже аргументируя необходимость отличать аффект от чувства, говорит о том, что чувство функционирует в культуре уже как кодированная информация, в то время как аффект существует внутри ощущения, ещё до процессов означивания, до процессов кодирования, с помощью существующих знаковых систем. Вторая важная составляющая аффекта заключается в том, что он всегда действует, он всегда связан с движением. Это неочуждаемая его составляющая, которая обеспечивает его переходность. Аффект возникает в пространстве между состояниями, между телами, в самой ситуации, в процессе взаимодействия, поэтому он процессуален и динамичен. Его вообще можно трактовать как своего рода вторжение в порядок дел, в порядок фактов, в порядок отношений, или переход, который осуществляется благодаря вторжению какой-то силы или интенсивности. Вслед за Масуми мы считаем правомерным отождествлять интенсивных те аффект. То есть это понятия в долезианской философии достаточно близкие. Они относятся к одному и тому же представлению о вот этом специфическом воздействии силы. Просто, ну, может быть, акцентируя в разных текстах долезы разные аспекты этой проблемы. Вообще разговор об аффекте у долеза возникает в тех случаях, когда речь идёт о формировании субъективности, о том, что вообще такое субъект, можем ли мы говорить о субъекте, и если нет, то о чём же мы можем говорить, кто является действующим силой, действующим импульсом, и кто же претерпевает это действие. Делёс не ставит напрямую вопрос о субъекте практически, никаких своих текстов, но, тем не менее, сама вот эта вот линия проходит через молнии его работы. Помимо того, что аффект осуществляет действие, поэтому мы определяем его не как сущность, а как процесс, как событие движения, для долезианской философии важно, что аффект коллективен, связан с каким-то коллективным опытом, коллективным переживанием. Коллективность, о которой здесь может идти речь, не предъявлена нам заранее, это некоторая общность, которая складывается в процессе переживания аффекта или в процессе его трансляции. Общность, которая не задана какими-то данными заранее рамками, и которая рождается здесь и сейчас в ситуации встречи друг с другом, в ситуации включения в это аффективное действие, в ситуации заражения аффектом. Об этой коллективности можно говорить, скажем, в терминах непроизводящего сообщества Жан-Люк Кананси или даже отчасти через понятие толпы, Густава Лебона. Такие аффективные общности складываются не в качестве какого-то единого целого, мы не можем сказать, что это некоторая монолитная субъектность, субъективность, и они не обладают какой-то жёсткой статичной структурой. Порой их трудно ловить. Это какие-то общности, которые складываются и достаточно быстро могут распасться, когда аффективное действие заканчивается. Тем не менее, это некоторое множество, которое связано между собой отношениями сопричастности. Причём интересно, что эта сопричастность получается разнонаправленной, поскольку мы имеем дело с какой-то общей территорией, с общим пространством, которое захвачено аффектом, и эта территория сформирована материальным действием аффекта. Постойку границы индивидуальных субъектов и явлений оказываются проницаемыми для этого аффективного действия, причём проницаемыми во всех направлениях. За счёт вот этой разнонаправленной передачи аффекта становятся возможными такие аффективные ситуации, которые рождаются, например, в современных медиа, и в то же время, как мне кажется, сходную природу может иметь и священный экстаз, о котором пишет Эмиль Дюргейм. Поскольку гуманитарным наукам известны различные подходы к осмыслению коллективности, то следует особо отметить, что основной эффект, который нас здесь интересует, это вот этот безличный, доиндивидуальный характер коллективного переживания и действия, который следует как раз из вот этой переходной специфики аффекта. Переживающая субъективность не дана нам заранее, она складывается в ситуации аффективного воздействия и, собственно, производится вот этим аффективным изменением. То есть субъект является в каком-то мере следствием аффективного действия. Действие аффектов имеет место в зоне доиндивидуального, телесного, где и происходят вот эти изменения и трансформации, а конкретные индивидуации, индивидуальности являются уже скорее эффектами этого действия. И тут, конечно, мы можем вспомнить и о теории индивидуации Жильбера Симандона, который, также говоря о доиндивидуальном, рассматривает именно эту область внеозначивания, внекультурного кодирования, внеоформления, то есть области потенциальности такого переизбытка, благодаря которому она сохраняет связь как с абстрактной реальностью, так и с конкретной данностью того, что происходит здесь и сейчас, так, с конкретным событием. Как мы знаем, в современной теории медиа, в философии искусства, да и, в общем, в практике современного искусства тоже аффекту уделяется большое внимание, порой даже как центральному понятию, необходимому для вообще понимания того, как функционирует культура сегодня, как сегодня устроено наше переживание, во многом управляемое какими-то непроизвольными для нас импульсами ностальгии или импульсами заражения. Важно, что действительно человек оказывается захваченным этим переживанием, не вызывая его специально, порой не осознавая, что он включается вот в это вот пространство действия аффекта. И в этом отношении это переживание не является его индивидуальным чувством, и в какой-то мере даже фактом его личной биографии. Это действительно ценно для понимания того, как работают культурные механизмы сегодня, когда культура лишается больших нарративов и стилей. И рассуждая об искусстве, его действия в координатах аффекта, мы размышляем, мы получаем возможность размышлять о виртуальном, об актуальном, о потенциальном и о реальном. И логика вот этого аффекта интенсивности обеспечивает возможность перехода как раз между уровнями того, что происходит здесь и сейчас, и уровнем каких-то более отвлеченных, казалось бы, абстракций. И именно искусство даёт нам вот этот материал, одновременно конкретный и уникальный, и выводящий нас на определённый уровень общности. И именно искусство позволяет как-то схватить, осмыслить эти аффективные процессы, которые захватывают нас сегодня. Из этого следует, что вот эта дельзианская рамка может быть использована нисколько даже как готовый инструментарий для работы с современным искусством, поскольку это было бы отчасти тартологично, и поскольку искусство само оперирует понятием аффекта, то налагать на него ту же концептуальную рамку было бы избыточно. Однако сам философский стиль, подход к рассмотрению, рассуждению о мире вместе с искусством, одновременно с ним, заимствуя методы искусства, соединяя их с методами философского размышления, так мы можем приблизиться к решению каких-то проблем, которые сегодня нас здесь и сейчас волнуют. При этом важно избежать опасности антологизации аффекта. Как я уже сказала, аффект мы понимаем не как некую сущность, инвариантную, повторяющуюся, с различными вариациями, составляющую той или иной формы бытия. Как мне представляется, продуктивным будет отказаться от рассмотрения проблемы в антологическом ключе, потому что в таком случае возникает противоречие. Отказываясь вслед за делиозом от иерархичности бинарных оппозиций, дихотомий, которые должны были бы задавать какую-то чёткую структуру, мы, провозглашая аффект некоторым антологически первичным конструктам, управляющим тем, что происходит, мы совершаем определённый подмен, укладывая аффект в основу очередной дихотомии. Этого бы делать не хотелось, потому что при такой логике «виртуальная актуальная» превращается действительно в такую простую дихотомию противоположностей, близкую дихотомию антологического и антического, первичного и вторичного, подлинного и менее подлинного или ложного. Чтобы избежать ловушки вот этой статичной оппозиции, которая не близка к философскому стилю Деллёза, чтобы не позволить тому, чтобы специфика различия, лежащего в основе Деллёзской философии, чтобы не позволить различию скользнуть от нас и не вернуться к этим иерархическим схемам, следует быть осторожным с тем, что определять аффект как сущность и рассматривать его скорее действительно как движение, как процесс, как конкретную ситуацию встречи в аффективном событии. Итак, искусство, следовательно, мы тоже предлагаем рассматривать не в антологическом ключе, а искусство не как специальная разновидность бытия, а как, скорее, режим его существования обращаем внимание на ощущения, на переживания, на состояние искусства, нежели на его какие-то сущностные особенности. Поэтому в качестве конкретных кейсов исследования те теоретики, которые работают в Деллёзианской традиции, обычно обращаются к неизобразительным аспектам искусства, обращают внимание на выражение, а не на изображение. Аффекты вообще можно рассматривать как переживание искусства, если мы обращаемся к этому культурному материалу, как переживание искусства, встреча с искусством и в то же время переживание, изменившее у вас и субъекта, который родился в процессе этой встречи. Соответственно, аффективный образ не ограничивается только изображением и даже не является в строгом смысле, это скорее такое место ощущения, дом ощущения, который возникает и может являться открытым для того, чтобы мы могли в него включить. Так, внутри аффекта заключено различие, и оно вообще выступает такой моторной действующей силой, аффект делает его возможным. Но это не различие между разными иерархическими ступенями бытия, которые находятся в причин-следственных отношениях или в отношениях зависимости друг от друга. Это реальное различие, хотя оно не может быть формализовано, потому что тогда мы сведём его опять к какой-то схеме основной натошности, но оно может быть показано средствами искусства. И понятие различия является одним из базовых понятий в философии Де Лёза, и оно ему важно в том числе и в его работах, посвящённых искусству, будь то текст о кино, будь то работа, что такое философия, будь то текст логика ощущения, посвящённый тем проблемам, которые ставит перед нами живопись Фрэнсиса Беккона. И во всех этих текстах, к слову, он тоже касается проблемы аффекта. И она оказывается для него в каждом случае достаточно важной. Для нас вместе с Де Лёзом важна вот эта принципиальная зыбкость, множественность, неустойчивость аффекта, как действия перехода. Переход по определению не может быть зафиксирован и формализован. Он всегда находится в движении, всегда изменяется. таким же образом везёт себя и множественный динамический знак в искусстве, помогающий осуществлять эту процедуру перехода. И здесь, конечно, кроется методологическая трудность, потому что, как мы можем рассуждать об аффекте, о том, что не может быть чётко схвачено, концептуализировано и зафиксировано. Если мы, исследуя эффект, фиксируем его как-то лингвистически, и уж тем более в психологических терминах, то мы его пускаем, он переходит из этого виртуального в строго актуальный режим, вместо того, чтобы находиться между этими режимами, обеспечивая переход между ними. И мы теряем его, теряем его динамическую специфику. Именно поэтому, как мне кажется, Делёс часто пишет не о конкретных произведениях искусства как единичных целостных объектов, а о сериях, о резонансах, которые пронизывают различные группы произведений или различные стили, различные явления в искусстве или культуре. Эти серии и резонансы являются чем-то более сложным, чем объект искусства или произведение искусства. Насколько мы сегодня можем оперировать этими терминами объекта или произведения, которые представляют собой вот эту единичную уникальную целостность, в то время как мы часто имеем дело с чем-то не единичным, не уникальным и не целостным, с чем повторяющимся, но повторяющимся с различием. То есть произведение искусства не является единичным организмом или простым сочетанием элементов, оно обеспечивает аффективное движение, это движение разворачивается в искусстве, в пространстве искусства. И поэтому далёс еще другие термины для того, чтобы об этом искусстве рассуждать. Подытоживая, скажу, что действительно эта проблематика аффекта требует рассмотрения на материале искусства, поскольку встреча с искусством, включение в это переживание искусства обеспечивает нам возможность как-то ухватить и концептуализировать аффект как воздействие и претерпевание воздействия одновременно и проследить его в динамике, вообще разобраться, как рождаются, движутся аффекты в современном мире с его изменившимися структурами чувственности. Субтитры создавал DimaTorzok